Всем привет! Сегодня продолжаем наши видео уроки Живая доска и королевский гамбит Посмотрим мы партию Чугоренш-Лехтер, Лондон, 1899 год Гамбитом называют дебют, в котором одна из сторон жертвует пешку или даже фигуру с целью опередить противника в развитии и создать опасную атаку на короля На нашем канале много разных идей, посвященных гамбитам Это и живые партии, и например матчи игрались в гамбитном стиле Тот же гамбит Эванса, гамбит Мора, все это вы можете увидеть Вообще гамбиты это старинные начала, изобрели их около 400 лет назад Впервые упоминание о королевском гамбите встретилось в книгах уже известных нам Лорпеса, Грека и Полериум До конца 19 века гамбиты были самыми популярными началами С успехом их применяли Андерсон, Цукертор, Стояниц, Морфи и Чуголь Партии Морфи, кстати, тоже на канале, у нас и не одна, и не две Можно все это поизучать и насладиться яркими и красивыми идеями Развитие позиционных принципов игры к совершенствованию техники защиты привело к почти полному исчезновению гамбитов из практики Так как было найдено основное оружие борьбы против них Не удерживать любой ценой материал, а возвратить его при удобном случае И перехватить инициативу или упростить позицию Ну и вправду, да, на высоком уровне гамбиты не так часто встречаются Очень редко, королевский тоже Но, тем не менее, еще какой-то островок есть Все в голове всегда не удержишь И где-то можно, так скажем, проткнуть соперника И нанести ему такой необычный удар Современные шахматисты применяют гамбиты Но чаще всего они играют в позиционном силе Без особого стремления к атаке и жертвам Итак, поехали Е4, Е5, Ф4 Вот так вот все у нас начинается ЕФ, ну ЕФ это самая амбициозная Самая сильная линия, в которой на данном этапе у черных проблем нет Слонца 4, конь Ф6 Конечно, черные могли лишить белых рокировки Вместо на мир конь Ф6 пойти Ф4 Что последовало бы король Ф1 Положение черного Ферзя здесь очень сомнительно В общем, много разных вариантов Углубляться мы не будем Любители королевского гамбита Приглашаю вас дискутировать в комментарии под видео Я уверен, много чего интересного вы нам расскажете Последовало на конь Ф6, конь Ц3 Конь Ц6, конь Ф3 Ну, как мы видим, обычное развитие Все в центр Белые временно пожертвовали пешку А может быть и не временно С целью быстрейшего развития С целью где-то, может быть, захвата центра С б4 И 2, 0, 2, 0 Ну что, все только начинается Начинается завязка Партия будет очень интересной Поэтому всем советую смотреть до конца А также всем советую подписаться на канал Кто это все еще не сделал Кому нравятся уроки на живой доске Обязательно ставьте лайк Теория, на самом деле, здесь считает Вместо 2, 0, конь Ц3, Д5 посильнее Но об этом мы не будем С целью сегодняшнего урока Насладиться красивыми идеями Красивыми жертвами Все, как мы любим в королевском гамбите Итак, вперед из песни Е5 Ну вот первый вопрос, который мы можем задать Зрителям нашим Как черным здесь лучше отойти? Конь Х5, конь Ж4 Может быть, слон Ц3 или конь Е8 Такая вот подборка Может быть, есть ход Д5 Или вернуться сначала слон Ц5 делать шах Поэтому смело жмем на паузу Думаем за черных Кто подумал, кто посчитал Ну, в партии был сыгран ход конь Ж4 Ну, также заслуживало внимание и Д5 Д5, что последовало Е Ф, ДС Ну, и после Ф6, Ж7, ладья Е8 Примерно равной игрой Ну, избрали другой путь Конь Ж4 Зависает пешечка на Е5 Ну, и ход которого мы с вами долго ждали Активная Д4 Мы не только с вами нападаем на пешку Е4 Но и вскрываем слона Захватывает центр Подкрепляем на Е5 То есть, такой многоплановый ход Что черный играет в Д6 Белые захватили центр Поэтому черные должны Не мириться с этим Как-то взрывать Последовало Аж 3 Ну, и вот стандартно Такая заползала Вот для таких позиций То есть, удачной редакции Мы можем сбросить Да, пешка Ф4 Мы понимаем, что не жилец Ну, и вот Такой размен предложить Такая обычная идея Ну, деваться некуда Иначе без качества Взяли-взяли Ну, и здесь я бы Так же читателям предложил Подумать над следующим ходом Как бы вы сыграли Жмите на паузу Предлагайте Трестите свои навыки В мительшпиле Насколько вы активно Умеете играть в шахматы Все это Интересно потом Посправнивать С мастерами того времени Ну что Если вы догадались Это очень здорово Конец 3D5 У белых опасная инициатива Чёрным необходимо Быть внимательным Ну, какие-то нюансы Могут быть со словом Б4 Пешка Е3 Но самое-то главное Мы знаем, что Этот конь нам понадобится В будущем Потому что Любители нашего канала Знают, что Вот синие фигурки В подобных партиях У нас будут здесь делать Какой-то интересный движ Итак Ну вот Чёрные сейчас ошибутся Аккуратно они сыграли Ну, можно было Например, пойти Здесь с чёрными Слон Е6 Был ход ДЕ Также интересно было Понаблюдать За ходом Слон Д2 Как отреагировать Всё-таки на Е3 Пока не висит Ну вот Чёрные Вялое Слон А5 После чего Белые начинают Играть Очень круто Очень активно Ну и вот Ваша задача Здесь подумать И предложить Как бы вы сыграли Как бы вы сыграли Жмите на паузу Ход белых Предлагаете Интересное развитие Интересного Атаку за белых Можем выразить Какую-то паузу Ну а можем Попробовать Завести сразу Поскольку Очень интересно Так Ну что Значит Последовало ЕД Ферзь Д6 Ну и вот Начинается Атака За белых Это ход Конь Ж5 Активное наступление Теперь Чёрным Необходимо смотреть И на пункты Ф7 И на пункты Х7 Вот Ну если здесь У чёрных Какая-то защита Надо подумать И нажать на паузу Также Мы помним Что полезным навыком Является Не только То как вы считаете За себя Но и за соперника Вот Поэтому подумайте Ну а мы продолжим Мы продолжим Значит здесь Достаточно сильное сопротивление Чёрным Оказывал ход А6 В партии К сожалению Он не был сделан Ну примерно Вариант В слепую А6 Ладья Ф7 Ладья Ф7 Конь Ф7 Ферз Ж3 Конь А6 Шаг Король Х7 Конь Ж4 Слон Ж4 Ферз Ж4 Ферз Ж4 Х Ладья АЕ8 И С3 Ну да Там в конце Варианта У белых Остаются Две лишние пешки Но всё же Некоторые шансы На сопротивление У чёрных Остаются В партии Было сыграно Ферз Ж6 Такой вот ход Ну и Начинается Самое интересное Сольские комбинации Кто ещё не посчитал Кто не догадался Смело жмём на паузу Думаем Ход белых Начинается Веселуха Итак Мы готовы Если вы готовы То в путь Конь бьёт Ф7 Начинается Атака Пункт Ф7 Трещит По швам У нас есть Помощник Охладья Есть слон Есть конь Ферз тоже Может вылететь Но чуть-чуть Попозже Вот Здесь У чёрных Был ход Слон Е6 И например Ну давайте Так в анализе Слон Д3 Ферз Ф7 Ладья Ф7 Ладья Ф7 Конь Д5 Бьёт Е3 И белым Надо доказывать Преимущество Ферзя Ладья Ладья Слон Ну В партии Этот ход Делан Не был Чёрный Победен Ф7 Просто-напросто Ну и теперь Соль 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 Комбинации Это ход Конь Е7 То есть У нас Такой Ударчик Висит Здесь Висит Здесь Сладьёй Брать Нельзя Потому что Связка Вынужден Брать Только Так Иначе Совсем Всё Грустно Теперь Слон Ф7 Ферзь Бьёт Ф7 Ладья Ф7 Король Ф7 Ну и вот То О чём Мы говорили Да То Что Все фигуры В атаке Финальный Фрагмент Ну на самом Деле По материалу Три Фигуры За ферзя Да Но не тут Это было В многих Задачниках Самых Простых Вы могли Наблюдать Эту комбинацию Ферзь Вылетает Король Под боем Слон Под боем Знаменитая идея Теперь всё Как бы ни король Не отходил Ни конь Не перекрывался Да Можно съесть Слона И конечно Например Условно говоря Ж6 Ферзь бьёт А5 Здесь Ферзь За две лёгкие Победа Отличная Ну и так Ради Интереса Можно посчитать Вариант Король Ж8 Как здесь бы Белые пошли Можно В комментариях Про это Прочитать Ну а мы будем Подводить Какие-то итоги Что Сегодня мы Посмотрели Партию Старых Мастеров В замечательном Дебюте Это Королевский Гамбит Вот Конечно же Для того Чтобы вы играли Интересно Играли активно Надо Надо Не только Просматривать Такие партии Которые Мы сегодня Увидели Но и Стараться Самим Играть Не стесняться Пусть это Будет В ущерб Результату Ну где-то В интернете Как раз Сейчас много Свободного Времени Можно Оттачивать Вот такие Навыки Игры В активном Стиле Потому что Мы знаем Что удача Как раз Таки Сопутствует Активной Игре Нападать Всегда Легче Чем Защищаться Кому Понравилось Это видео Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Впереди У нас Много Еще Интересного И уже На канале Много Чего Интересного Поэтому Смело Смотрите Смело Предлагайте Идеи В комментариях Под этим Видео И увидимся С вами Совсем Скоро Пока Пока